Потому что гладиолус надо отвечать. Всем привет, с вами Оля и вы на моем канале. Я сейчас с Мариной тут уже в магазине. Сейчас мы распределяем обязанности, кто чем будет заниматься. У нас осталась коробка розы. Вчера вам ее показала. Оставила я эту коробку именно с розой, потому что мне необходимо, чтобы розочкам максимально обезвоживать. Таким способом я смогу аккуратно и деликатно вывернуть все лепесточки и сделать из розы французскую. Почему было принято решение на это 14 февраля сделать большое количество именно французской розы. Меня многие флористы смотрят, и я думаю, что вы уже видели цены на цветы, которые приехали в этом году на 14 февраля. Основной рынок цветочный это Голландия. Именно Голландия передает уже, продает цветы по всему миру. В этом году был очень большой спрос на цветок со стороны практически всех стран мира. И Америка, и Европа, и страны постсоветского пространства. Это то, что я точно знаю, что в этом году очень активно закупались на аукционах. И давайте не будем забывать, что такое аукцион. Чем выше спрос, тем выше цена. То есть, если вы хотели взять какие-то цветочки на аукционе, то вам надо было словить вот эту вот максимальную цену, чтобы все-таки успеть эти цветы забрать себе. Именно поэтому в этом году на 14 февраля из-за очень большого спроса на аукционах Голландии, я говорю, Голландии уже страны не существуют, Нидерланды. На аукционах Нидерландов уже будем говорить не голландский цветок, а нидерландский. Слушай, как-то я забыла. Да, уже все, Голландии нету. Есть Нидерланды. Так вот именно там и все и происходило. Поэтому, пожалуйста, очень прошу, не думайте плохо о своих поставщиках, что это вот они такие гады задрали цены. Я очень прошу людей, которые просто работают продавцами продавцами в цветочных магазинах, не думать плохо о своих хозяевах, да, о директорах. Это не они придумали вот взять и там в два раза повысить цену на цветок на 14 февраля, чтобы набить себе карманы. Точно знаю, что ни мы и ни поставщики, никто из нас не виноват в такой цене. Больше скажу, для того, чтобы сделать цветок все-таки как-то более продаваемым, порой придется на некоторые сорта свою наценку снижать. Но за счет того, что мы надеемся, что людей все-таки будет много, количественно продажи будут выше, соответственно, не так сильно мы потеряем, снизив наценку. На праздники можно. В обычной продаже, я считаю, что ни в коем случае никогда нельзя снижать свою наценку. Особенно, я уже не раз говорила, я против ценовой конкуренции, особенно если рядом с вами есть какие-то магазины, и вы пытаетесь за счет снижения своей наценки съесть своих конкурентов. Ну, скорее всего, вы первые сами себя съедите, а они останутся работать. Но мы не об этом, мы сейчас не о бизнесе говорим, мы говорили о ценах. Сейчас я сажусь за компьютер, мне надо ввести все цены, ввести весь привоз, все это вбить в программу. Марина начинает разбирать розу. Будем делать максимально французскую, потому что я обратила внимание, что человек, видя вот именно французский вот этот раскрученный бутон, он нормально воспринимает высокую цену на него. В то время как, когда обычную розу он видит, ему она всегда кажется дорогой. И так как роза, соответственно, пришла на 14 февраля намного выше по цене, чем обычно, я понимаю, что у меня будет очень много недовольных клиентов, которые будут думать, что это я накрутила. Соответственно, было принято решение максимально розу вывернуть, сделать из нее французскую, чтобы таким образом люди не воспринимали розочку очень-очень дорогим цветком. Вот так рассказала. Маринка начинает перебирать розу. Я начинаю все вводить. Ну а дальше уже как получится. Что хотела показать. У меня в заказе было две пачки розы Pink Mondial. Вот, обратите внимание, Pink Mondial. И это тоже Pink Mondial. Просто мне положили пачки роз с разных плантаций. Видите, насколько сильно отличается и расцветка, и бутон. Здесь он такой маленький, а здесь смотрите, какой он громадный. Цена одинаковая. Одинаковая на эти цветы пришла. Одинаково высока, Маринка, я скажу тебе. Но насколько по-разному выглядят эти розы. Хочу очень акцентировать на этом внимание. Вот взяла в руку стебель, и там, и там хороший. И лист хороший. Хорошая роза. На самом деле и это мне нравится, и это. Ну, это, конечно, выглядит более эффектно и более продаваемо, чем это. Хотя, когда она подраспустится, либо когда мы ее раскрутим, я думаю, что тоже будет достаточно хорошо. Смотрите, у меня многие спрашивают, почему я не продаю через сайт свои букеты. А вот поэтому, что я могу сделать букет из вот такой вот розы Pink Mondial. Его сфотографировать. Человек, который захочет купить его, он увидит эту фотографию. А ко мне потом придет Pink Mondial вот с этой плантацией. Вот такого раскраса более грязно-розового, чем здесь. Вот с более мелким бутоном. И, в принципе, я не обманула своего клиента. То есть я и здесь, и в Pink Mondial, и здесь. Высота одинаковая, цена одинаковая. Я ему доставляю по фотографии букет, а он не доволен. Я это хотела бы не раз акцентировать, что очень сложно правильно продавать цветы онлайн, чтобы мой клиент не почувствовал себя обманутым. Хотя при этом я понимаю, что моя-то совесть останется чиста. Еще раз повторюсь, Pink Mondial, Pink Mondial. Цена одинаковая. Бутоны абсолютно разные. У меня уже почти час дня. Я одеваю капюшон, полностью укутываюсь, потому что на улице пошел мокрый снег. Правда, он сразу тает, но идет достаточно сильно. Сейчас первый пункт в моем маршруте, это мне надо заехать к маме. Там я дождусь Янку со школы. Мама опять приготовила щи, чем и заманила Янку. Так что Янка приедет на запах щей, покушает. И потом мы уже дальше с Янкой поедем по всем тем местам, которые мне обязательно сегодня надо посетить. На данный момент с Маринкой тут уже, точнее Марина, пока я делала все, ну за компьютером всю работу, Марина почистила розочку, мы поставили. И часть розы лежит еще, ждем, когда испарится максимально вода, потому что хотели повыкручивать, но еще есть водичка в лепестках. А надо дождаться полного обезвоживания, после чего легко выкручиваются листики. Потом сразу вы напаиваете розу, и она в этом состоянии замирает. При этом у вас листок не будет деформирован, он не будет надорван. Вот такого действия, если вы это в самом начале, в момент привоза все это делаете, то срок жизни вашей розы не уменьшается. Ну, например, вот у меня сейчас передо мной стоит розочка Готча, которую я раскрутила уже дни 10 назад. И она замечательно себя чувствует, она вся крепкая, лепесток сочный. То есть вообще можно ее без проблем еще продавать, она еще и постоит дома. Поэтому самое главное, когда вы раскручиваете розу, чтобы она была свежая, но максимально обезвожена. Так что Марина будет ее раскручивать, я думаю, уже перед тем, как домой идти. Пусть она максимально всю влагу отдаст. Ну, пока так. В принципе, в холодильнике с большего уже все расставлено нормально. Ну, не знаю. Давайте завтра приду, вам покажу, что у нас и как тут. Там еще все равно надо поставить всю эту раскрученную розу, найти ей место. Поэтому давайте уже завтра, когда все будет здесь стоять, я вам все покажу и расскажу, что заказано. Ну, в принципе, что? Что, Мариночка, я тогда поскакала? Тебе удачи. Мы с тобой уже только в пятницу увидимся, да? В пятницу мы вместе работаем. 14 февраля мы вместе работаем, завтра я. Ну, я тут буду сердечками заниматься. Сердечки буду штопать. Я сейчас уже дома, для вас, видите, секунда, а я уже приехала, и мне вечер. Начало седьмого сейчас я готовлю ужин. На ужин у нас будут тевтели в таком итальянском соусе из помидорок. Там чеснок, помидорки и оливковое масло. Все это сейчас вот у меня там на сковородке тушится и сварю, наверное, макарошки. Яна сказала, что они у тебя, получается, особенно вкусные. Что они, может, не радовать. Еще не умею варить, так хотя бы макароны умею вкусно варить. Что я сделала, что запланировала, честно говоря, практически только половину сделала. То есть мне надо было к маме съездить. Я съездила, дождалась там Янку, пообедали с ней. Потом заехали в страховую компанию, так как мне надо было оформить страховку. И, в принципе, я хотела еще сегодня проехаться по кое-каким магазинам. Мне надо было кое-что покупать. Но в связи с тем, что такая погода уже была, знаете, шел очень сильный вот этот мокрый снег. И так было плохо видно, когда едешь, дорога не очень хорошая. Я решила, ладно, заехали мы только за продуктами. И вот приехали домой. И вот все это время я сейчас занималась домашними делами. Поужинаем с Яной. И я сразу сажусь за сердечки. Все вы просите показать вам, какие будут получаться. Но я думаю, что завтра к вечеру я их уже закончу. То есть я завтра на работе их буду уже декорировать. Сегодня я их здесь все прострочу. И надо будет их прогладить после того, как я их прострочу на машинке. Это я сегодня все сделаю. И все. И тогда спокойненько завтра буду только их набивать и декорировать. Все вам покажу. Так что вот такие дела. Что еще вам рассказать? В принципе, давайте покажу вам, какие у меня цветели получаются. Может, кому-то будет интересно. Вот они у меня тут булькают на сковородочке. Кстати, да, надо уже ставить кастрюльку на макарошки. Ой, сейчас. Сейчас аж запотевает, видите. Ой, как я жалею иногда, что камера не передает запахи. Здесь так все вкусно пахнет. Здесь смотрите, как я их делаю. Оливковое масло, чеснок крупно порезанный. Сначала разогреваете все это вместе. Потом добавляю банку уже готовых. Свежие нарезанные помидоры в таких баночках продаются. Вот я это все сюда выкинула на сковородку. Влила, лучше сказать. Перемешала и прогрела. После чего из фарша делаются такие тевтельки. Здесь внутри с кусочком сыра плавленого. И все. И дальше они все вместе тушатся. Можно, конечно, делать в духовке. Но не знаю почему, мне больше нравится, когда это на плите. О, как я тут уже наляпала. Надо вытереть. Не люблю, когда грязь. Я когда готовлю, мне надо, чтобы вокруг было стерильно. Это, наверное, мое образование эпидемиолога срабатывает. Мне надо, чтобы все было просто идеально. Чтобы нигде было ни капелек, ничего. Сразу все протираю. Все тогда. Сейчас макарошки. Включу Алису, чтобы мне было не скучно. Алиса, включи радио. Она мне включает радио Си и Екатеринбурга. Супер радио. Молодцы. Все, кто в Екатеринбурге, советую слушать именно его. Мне очень нравится. Вот так выглядит наш сегодняшний ужин с Янкой. Спагетти с тертелями, чуть-чуть сыра. Очень вкусно. Янка уже ест. У кого пол чего? Виски. А, ты почти весь сыр высыпала себе? Весь. Ты не лопнешь, девочка моя? Ну, кушай на здоровье. В общем, приятного аппетита. У меня уже поздний вечер. Уже вообще пора ложиться спать. Потому что завтра опять же рано вставать. Наработала янку в школу везти. Но вы знаете, о чем я хотела вам сказать? На меня какой-то жор напал. Несмотря на то, что я хорошо поужинала. И после этого еще кусочек пирожного Наполеона съела. Я понимаю, что я не могу лечь спать. Потому что я голодная. Это, наверное, похолодание. Хотя вроде у нас нет такого сильного похолодания. Но еще мой организм захотел побольше еды. В общем, запасает. Как хомяк. Еще, еще. Решила покушать из этих вареников с творогом. Янка сказала, что она тоже присоединится. И тоже парочку штучек со мной скушает. Ну, говорить не буду. Может, там штучки 3-4 себе и Янке столько же. Потому что на ночь все-таки наедаться не сильно хочется. Поставила чайник. Сейчас буду пить чай. И я одновременно буду монтировать это видео. Поэтому сейчас я буду прощаться. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Очень вас люблю. Завтра целый день будем с нами работать вместе в моей мастерской. И я наконец-то вам покажу все, что приехало на 14 февраля. Ну, а также, как и обещала, посмотрим, какие же сердечки у меня получаются. Договорились? Тогда до завтра.